Глава Дмитровского района побывала в филиале МОС Трансавта, автоколонне номер 17-84. Руководство автоколонны показало Елене Трошенковой новую линейку автобусов, которая недавно пополнила парк. Здесь «Газель Некс» на 18 мест, автобус «Пасвектор» и, конечно, обновленный «Лиаз». До конца первого квартала по губернаторской программе мы должны получить 22 машины. Данное обновление позволит существенно увеличить, улучшить качество обслуживания пассажиров. Если сейчас мы выполняем 98% рейсов, то с этим обновлением мы войдем во второй квартал, будем выполнять 99,5% рейсов. В каждой стороне рейса, конечно, у порядка 50 человек возникает неприятность. Мы это знаем, надеемся, эти неприятности будут полностью сняты. Глава района осмотрела состояние подвижного состава, ознакомилась с техническими характеристиками моделей. Новые транспортные средства соответствуют программе «Доступная среда», оборудованы подъемниками для маломобильных групп населения, чтобы те без посторонней помощи могли войти и выйти из автобуса. В Дмитровском районе большой пассажиропоток. И чтобы обеспечить безопасность перевозок, обновлять подвижной состав новейшими моделями просто необходимо. Обновление парка очень важно. Сегодня, например, мы говорим о том, что у нас уже почти не осталось техники 10 лет, 15 лет. Вот год назад такая техника еще была. Проблема основная – отсутствие, ну, мало кадров, мало водителей. И я прекрасно понимаю, что уровень зарплаты сегодня не соответствует тому, сколько мы должны платить людям, которым мы доверяем, в общем, свою жизнь, своих детей. Правительство Московской области на последнем своем заседании поднимало этот вопрос, что нужно поднять водителям зарплату. И я думаю, что в ближайшее время будут приняты эти правильные решения. В планах и полный переход на безналичную систему оплаты проезда. Пока все пользуются транспортной картой «Стрелка», по которой проезд значительно дешевле. А перспектива у нас какая? Мы хотим, чтобы от «Стрелки» мы пошли, например, уже там, не знаю, Вот, например, карточка есть в Москве тоже социальная. И у нас есть с вами социальная карточка у многих пенсионеров. Да, вот она работает так? С 1 апреля она должна заработать. Она должна заработать. Ну, отлично. В дальнейшем будет еще проще. Оплату проезда можно будет осуществить при помощи банковских карт. Более быстрая посадка-высадка – это не сдача мелочи, не пересчет мелочи, не разбирательство с кондуктором. Водитель тоже не отвлекается на работу с пассажирами по сбору вылечек, а полностью занят только безопасностью дорожного движения. Комфорт и удобство обновленного общественного транспорта оценят пассажиры. На маршрут автобусы выйдут в ближайшие дни.